добрый день дорогие мои вы на канале привет ангела с вами народный батюшка мира и добра вам от отца небесного мы с вами много тем затронули в последнее время достаточно острых и вы прислали очень много хороших ну и нехороших комментариев нехороших которые несут зло осуждение так далее я убираю правда на меня иногда обижаются поэтому сегодня второй темой будет комментарии от проститутки которая обидела что я убрал ее комментарии вот я следующий комментарий не убрал и в следующей беседе его обсужу а сегодня у меня комментарий который выводит на очень интересную тему и звучит он так он коротенький опять не могу сказать от кого потому что тут имени непонятно к на к 2 вы заканчивается но звучит он так в чем-то вы правы но люди сами хотят и сами не хотят церковь тоже не надо винить каждому дано но не каждый хочет видеть не каждый хочет видеть и вот это прямо в точку прямо в точку потому что видит или не видит в церкви и вообще что видит что не видит в церкви один из ключевых вопросов христианство христианство больше того господь принес понимание что значит видеть что значит не видеть и больше того а этот момент один из самых обсуждаемых в евангелии там есть один момент где он говорит я принес не мир а меч и этим мечом буду разделять и мы в принципе обсуждали и там очень ответ то просто это меч любви меч любви к богу но мы еще как-нибудь обсудим сегодня другая тема почему одни видят другие не видят одни хотят видеть другие и эта тема тоже раскрыта в евангелии от иоанна и и тоже иногда ставят как пример агрессивности христа потому что первая фраза в этой теме и сказал иисус на суд пришел я в мир сей на суд пришел и вот обсуждая некоторые говорят вот он здесь наказывает вот он здесь дает болезни вот он тут еще что-то там устраивает у нас судит если мы что-то не так делаем вот это мы сейчас и рассудим вот это мы сейчас с вами и обсудим и это евангелие от иоанна глава 9 можно бы начать с тридцать седьмой страфы где он давайте я вам напомню когда это было сказано был слепорожденный мимо него шли христос и его ученики и и ученики спрашивают он по чьим грехам слепой а христос говорит нет ни по чьим это для того чтобы чудо я проявил и что он делает он делает брение он помазует глаза этому слепорожденному и посылает его умыться на источнике тот умывается и прозревает пришел к родителям родители вызвали садукеев фарисеи все остальные и говорят почему он у вас как это он прозрел они говорят так он сам совершеннолетний спросите его вызвали его говорят ты как прозрел кто тебя до горит вот этот сделал меня как это он где не знаю но грешный не может сделать а как же он сделал помните отвечал я им я уже сказал вам и вы не слушаете что еще хотите слышать или вы хотите сделаться его учениками он говорит я сейчас вам объясню что это такое но вы тогда будете его ученики они же укорили его и сказали ты ученик его а мы моисеева ученики мы знаем что с моисеем говорил бог сего же не знаем откуда он человек прозревший сказал им в ответ это и удивительно что вы не знаете откуда он а он отверз мне очи то есть вот они живут в маленьком сообществе в маленькой стране в маленьком значит на маленькой территории и есть тот кто может слепо сделать зрячим а эти все знающие не знают откуда он хотя он живет среди них тридцать с лишним лет но мы знаем что грешников бог не слушает но кто чтит бога и творит воли его того слушает от века не слышно чтобы кто-то отверз очень слепо рожденному мы однажды с большими учеными в том числе там офтальмологи были был педиатра очень хороший был роды принимает забыл как но такие эти люди были большие ученые спорили может быть это или нет и они говорят может то есть вот смотрите что у нас младенцы рождаются слепыми слепыми и уже после рождения у них за достаточно быстрое время начинает возникать зрение и оно раньше считалось четкая картина у них появляется только с трехмесячного возраста у некоторых может позже а у некоторых и вообще как вы помните может остаться либо почти слепой совсем слепой или плохо видящий то есть это вот оказывается созревание нашего зрительного как нерва так и коры головного мозга который за это отвечает в процессе возревания младенца ну и всех и оказывается у всех это в разное время причем это было давно когда мы обсуждали а лет пять или шесть назад я как-то с одним из участников той конференции встретился он сам вспомнил и говорит слушай я сейчас смотрю на новорожденных а он педиатр и у меня такое мнение что они видят сразу сразу то есть к нему подходишь а он уже все он следит раньше говорит я такого не наблюдал но я могу сам по своим внукам сказать вот у Ксюши третья дочка она ее сфотографировала в первый же день там сняла на камеру а та глаза открыла и следит а уж в три месяца она разбиралась кто там в телефоне видя меня начинала улюлюкать а в четыре уже разговаривать пытается по телефону со мной это чудо какое-то но это чудо это естественно чудо может быть ускорение созревания сейчас все ученые говорят что молодежь младенцы дети у них ускоренное идет созревание но идет не более длительное наполнение знаниями для того чтобы быть совершенным то есть это я вам уже неоднократно говорил в наше время достаточно было кончить четыре класса и будешь успешным даже есть вон узнал однажды что один успешный есть вообще школу не заканчивал вот теперь высшее образование это только-только начало осознания что ты в жизни можешь нормально сделать и уже нацеливают всех что вы в течение жизни должны не одно высшее образование получить то есть созревание больше того отмечают теперь специалисты тот же анохин вот там ключарев у нас с василий что более плотные мозги у нового поколения сейчас больше связей там всяких этих происходит они нам-то кажется что ерундой занимаются на самом деле каждое вот это впечатление которое не в тех же картинках видит или еще что-то оно дает им созревание дает но к сожалению больше стало тех кто хуже видит и это не от экрана это опять вот как мне специалист говорит это отвлечение развитие мозга на другую информацию и недостаточно можно так сказать питания или витаминов на зрительную область вот чем занимается у меня дочь она по определенным анализам формирует растущие тело маленького ребенка именно в том комплексе достаточности в котором и глаза должны созреть и физические силы должны созреть и кости должны созреть у нас сейчас усматривается слабые кости или искреление костей аж до 16-18 лет происходит они у них еще мягкие тело уже есть а кости еще не что витаминов не хватает поэтому оказывается можно вот было Богу увидеть такого человека у которого не дозрело что-то в голове и сделать брение и заставить его заставить его хотеть это сделать то есть он столько лет сидел он не знал что это можно сделать и вот просто представить что кто-то подошел плюнул намазал тебе говорит иди умывайся все будет будет у тебя зрение как поверить в это я считаю что это просто супер вера какая-то у человека сразу родилась он же сразу его и господом назвал этот незрячий господом озря и ответ не слышно чтобы кто-то отверз очень слепорожденным если бы он не был от Бога не мог бы творить ничего сказали ему в ответ во грехах ты весь родился и ты ли нас учишь и выгнали его вон то есть Бог говорит что никакой он не грешный никто не грешный ну вот просто не дозрел грубо говоря он для моего чуда ну вот он чудо это сотворяет Иисус услышал что выгнали его вон и найдя его сказал ему ты веруешь ли в сына Божия он отвечает и сказал а кто он господи а кто он господи он слепой должен был узнать тот голос который его заставил идти и умываться и он его уже называет господи он знает что это тот кто его сделал зрячим но еще не знает что он сын Божий и Господь перед ним открывается чтобы мне веровать в него это он спрашивает он отвечает сказал а кто он господи чтобы мне веровать в него иисус сказал ему и видел ты его и он говорит с тобою то есть я и ты увидел его он же сказал верую господи и поклонился ему вот какая вера какое чудо ой мурашки по телу и смотрите и тут вот это ключевая фраза фраза которую мы сегодня обсуждаем фраза которую на мой взгляд каждый день должен обдумывать каждый верующий и сказал иисус на суд пришел я в мир сей чтобы не видящие видели а видящие стали слепыми услышав это некоторые из фарисеев бывших с ним сказали ему неужели мы слепы иисус сказал им если бы вы были слепы то не имели бы на себе греха но как вы говорите что видите то грех остается на вас конец девятой главе и в чем же тут обвиняют господа некоторые ретивые супер верующие что как это так он кого-то ослепить должен кого-то зрячим сделать и они это зря делают они это делают именно потому что не хотят как понять а иногда и не хотят прозреть потому что на мой взгляд здесь очень простая вещь во первых давайте разберемся что такое суд суд мы-то все с вами теперь привыкли что это вот где-то пойдешь где-то судья сидит тут обвинитель адвокат и все такое на самом деле даже в церковнославянском и в старославянском суд имеет несколько значений и это ну вот вам неизвестное значение это разбирательство просто разбирательство раз пределение суда туда помните суда туда от этого пошло достаточно много даже конкретно вот таких ну судно да судно то есть вот сюда судно есть судачок как-то вот такой фарфоровый судак судак фарфор туда наливали вот у бабушки был такой судак я его очень любил она наливала туда каждый раз какую-то приправу разные мне для блинчиков которые готовил то это сметана то это вареница и так я этот наливал ой так любил я этот вот такая то есть значение что разбираюсь распределяю от них туда от них сюда я пришел на суд я пришел распределить я пришел вас в какие-то особые как говорится перевести состояние это первое что должны понять что тут никакого суда где вас потом в заключении где вас потом в тюрьму или вас ослепят вот кстати это было одно из обоснований вот когда неправильно так читали евангелие что он грешный он там преступник давайте его ослеплять это была казнь бог сказал что вполне можно ослепить или как вот я вам прочитал тут пришло сообщение одного очень гуманного человека который говорит не надо их в тюрьму пожизненно сажать давайте им руки ноги обрежем значит глаза им ослепим язык вырвем и в стеклянном кубе на красной площади поставим пусть все ужас ужас от них имеет это идет речь о преступниках в что совершили теракт я не знаю у нас есть государственные законы и по законам их будут судить так как полагается судить но здесь то о чем идет речь здесь о чем идет речь пришел я в мир сей чтобы невидящие видели а видящие стали слепы о каких идет речь людях невидящих и если вы осознаете если вы читали толкование на эту строку того же Иоанна Златоустова например Василия Великого ну многие комментировали эту строку то вы понимаете речь то идет о духовном зрении о духовном не физическом что кто-то прозреет вот как этот прозрел а о духовном и что кому-то Господь его дарует то есть вот человек не видел духовного зрения у него не было но он стал молиться стал поститься стал добрые дела делать это главное то есть главное начать делание добро делание которое и тогда Господь тебе на это и дает дары и один из главных даров это духовное зрение то есть человек прозревает он был невидящий и вдруг стал видящий нет там можно далеко пойти что значит видение то есть и здесь мы с вами читаем что господь читает мысли читает людей он видит их на расстоянии как нафанаила и так далее то есть вот это видение оно реально существует и реально используется и люди его как верующий так и неверующий используют ну мать например на расстоянии может видеть и чувствует что с ребенком происходит там или любящие друг друга люди чувствует состояние другого человека у вас было такое что вам вот сильно хочется куда-то позвонить звоните а там в трубке дочь мы поссорились с мужем у нас вот это и у вас а что почему вы это увидели а вот это и есть открылось зрение вот так господь в любви ради любви ради исполнения любви кому-то дает зрение кому-то дает а кому-то что и мы с вами вдруг видим а кому-то будут слепы видящие здесь опять а видящие стали слепы и видящие здесь имеется в виду не духовное зрение потому что речь идет о физическом зрении видящие что значит видящие и это значит они имеют возможность соблазняться у нас главное понятие чем мы соблазняемся это око где око ваше там и вы то есть наше зрение мы видя что-то завидуем мы видя что-то желаем мы выйдя что-то оскорбляемся если нам показывают например пальцы какой-то конфигурации вот вот увидели что у нас сразу в душе произошло вот оказывается зрение наше это путь в нас основному количеству грехов нет какие-то можно получить через ощущение какие-то можно получить через вкус там например но вы не будете кушать пищу если вы не слепой не не зрячий уж извиняюсь не принято в сообществе не зрячих применять это он сейчас не зрячий а потом может быть будет зрячий тем более что зрение есть не только теперь это признают вот через зрительный нерв но и тактильные зрения и обонятельные зрения и и много еще какого зрения иногда невидящие или слабовидящие не хуже нас видят или даже лучше я все время рассказываю что я с ребятами из общества незрячих в москве дружил с одним должны были встретиться в около метро юго-западное а шел мелкий дождичек я не знал из какого он выйдет примерно понимал из какого входа но там еще два два выхода спрятался там тоже есть типа крокус что ли что-то вот такой под его крышу и не заметил как вышел мой знакомый с которым мы должны были побеседовать там ролики есть как мы беседуем и когда я увидел он идет прямо ко мне это было метров наверное восемьдесят девяносто где он вышел и идет прямо ко мне я к нему подбежал говорю сережа вот вот он я а он такой мне да я вижу с полочкой я его не увидел а у меня около этого центра увидел вот что такое зрение так здесь вот видящие что видящие соблазняющиеся вот эти фарисеи которые гнали самого слепого дальше то они тоже услышав это некоторые из фарисеев бывших с ним сказали ему неужели и мы слепы они его спрашивают неужели мы слепы они видящие видящие они видят но по своей системе мышления то что видят у них не входит грубо говоря в их понимание в субботу ведь он это сделал сделал его и не может значит никто кроме бога сделать значит он какой-то ненормальный а он им говорит вы видящие видящие но хорошо бы чтобы вы стали слепы иначе иисус сказал им если бы вы были слепы то не имели бы на себе греха но как но как вы говорите что видите то грех остается на вас вот если бы вот в этой ситуации эти видящие остались слепыми были были слепыми они бы никого не осуждали они бы не поимели этот грех во первых осуждение этого прозревшего ты весь в грехах они ему сказали и выгнали его и бога то они опять там схватились дальше как мы они перед этим уже за камни хватались христа побивать и здесь после они сразу хватаются за камни и его побивать собирается вот они в грехе почему потому что видят но у тех кто пришел в религию после того как он вот в этих своих грехах жил иногда приходят люди очень состоятельные которые всего навиделись ох сколько я всего повидал говорит мне один человек который имел большую торговую компанию и вдруг стал верующим компанию эту всю практически подраздал вот и что и что и он перестал видеть вот эти соблазны в том виде в котором они его вели греху он стал к ним слепым стал к ним слепым то есть некоторых господь по вере их по желанию их чтобы отошел этот грех делает такими слепыми к миру слепыми к мир к мирским соблазнам и идет такой человек по какому-то торговому центру я например люблю все время ходить через гум в гуме люблю в гуме мороженое с детства у нас такая привычка когда я еще в москве жил что там очень хорошее мороженое люблю в гуме тархун продают настоящий вода такая зелененькая вот каждый раз когда мы бываем у красной площади мы с детьми сходим в этот гум купим по мороженке и выпьем стакан тархуна а как-то мне один когда я выложил это написал ох вы какой ходите туда в этот гум там одни соблазны там одни бутики и значит полуголые картинки и манекены полуголые стоят честно говоря меня это так шокировало я не видел этих ни манекенов я прихожу красивые елочки посмотреть когда они там стоят я прихожу счастливых людей посмотреть там спрятаться дождя прихожу еще что-то я после его комментария зашел значит и и так посмотрел ну в принципе да но как можно глядя на манекена грубо говоря соблазниться или еще что-то то есть я я я не понимаю то есть у человека какой-то просто извращенный видать отношение к женщинам что он на манекены бросается я их не вижу для меня для меня любого торговый центр это либо возможность покушать например или отдохнуть или встретиться с друзьями что там какие-то бутики или еще что-то я понятий как говорится не имею они меня не соблазняют мне они не интересны и я думаю что таких очень много людей те кто боится что соблазнится что их зрение подведет они не ослепли для такого искушения они боятся ходить и правильно делают они должны созреть до того чтобы одно зрение потухло а другое открылось кстати у младенца это тоже происходит то есть младенец в утробе чувствует мать через сердце как вот утверждают эти специалисты когда она в волнении поступает к нему ее кровь и он через кровь чувствует как она себя чувствует недостаточность какая-то витамины или еще что тоже ему передается и некоторые мамы всю беременность психуют всю беременность чего-то там с кем-то это в том числе по поводу что куплю где это где достать это где памперсы какие-то или еще что-то опять дочь у меня занимается таки вы главное что должны успокоиться ребенок должен прийти в этот мир знаешь что здесь радостные родители что здесь он духовным должен прийти с духовным зрением этот ребенок прозревшим вот что главное для для всех христиан мы с вами уже тоже обсудили что мы тоже вновь рожденные у нас второе рождение водой и духом при крещении произошло и это рождение точно так же как младенцу дает нам возможность созревать в нашем зрении в нашем среде и для чего-то прозреть стать видящими а для чего-то ослепнуть для чего-то ослепнуть и если я вот вам скажу если прозреваешь для духовного мира то такая красота вокруг господь столько всяких оставил красот что что кругом красота божья красота поэтому дорогие мои давайте действительно вот то что написано в комментарии осознаем что кто-то хочет а кто-то не хочет видеть вот фарисеи то в этом случае не хотели они ничего видеть и мы с вами видим что все евангелие не хотят они ничего видеть они пытаются доказать что нет нет ты нам показываешь все какой-то это не чудеса совсем это никакая не духовность а твои то вон там в субботу колосики рвут они видят то что им хочется для обвинения христа видеть и видят и видят а то что действительно реально он делает и показывает как есть духовный мир и духовный они не видят знать не хотят и их удивляет как они говорят ну каифа там говорит смотрите-ка мы опаздываем уже все за ним ходят скоро все будут за ним ходить и тогда римляне у нас отнимут нашу землю и нашу власть вот ведь дошло до чего давайте убьем его решили надо убить надо убить когда уже ваи кидали то есть пальмовые ветви начали народ кидать видя все то есть народ то простой видит что пришел бог вот он слепорожденный а говорит господи и поклонился а этим видеть не хотят вот не надо они богом представляют они от моисея получили право говорить от имени божьего вот ведь какая беда поэтому думайте слепой вы или зрячий и определитесь на что вы слепы на что вы зрячи очень просто это определиться и тогда и развивайте в себе зрение на одни предметы на духовные предметы на красоту божьем на так далее и старайтесь слепнуть на другие предметы лицо отворачивает все все такое обвинять обвинять вот надо осуждать то что опять ты посмотрел на что-то соблазнительные вот надо себя это тебя бес заставил посмотреть вот он как действует вот так так что здоровья вам всем радости и просто в заключении хочу сказать никакого суда который наказывает у бога не существует то есть бог пришел вот давайте в той же евангелие в двенадцатой главе он сам говорит столько чудес сотворил он перед ними и они не веровали в него да сбудется слово исаи пророка господи кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца господня потому не могли они веровать что как еще сказал исаи народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся чтобы я исцелил их то есть вот эти слепые с каменным сердцем обратиться не могут господу чтобы он исцелил их сие сказал исаи когда видел славу его и говорил о нем впрочем и из начальников многие уверовали в него но ради фарисеи стив не исповедовали чтобы не быть отлученными синагоги то есть некоторые специально не видят ага не хочу я это видеть как бы меня от не отлучили у меня некоторые когда меня в церкви начали с гонения одни остались в друзьях и стали значит поддерживать да и сейчас с некоторыми есть дружба такая а другие чтобы их не отлучили от синагоги видеть ничего не хотим слышать ничего не хотим тебя видеть нам не надо нас могут отключить ибо возлюбил больше славу человеческую нежить славу божию иисус же возгласил и сказал верующим в меня не в меня верует но в пославшего меня и видящий меня видит пославшего меня то есть видящий христа видит в целом троицу пресвятую отца небесного видит в христе и свет пришел в мир чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме то есть не оставался незрячим и если кто услышит слова мои и не поверит от самое важное я не сужу его ибо я пришел не судить мир но спасти мир вот ответ в тем кто говорит он пришел осудить тут всех незрячими сделает отвергающими не принимающий слов моих вот кто против бога отвергающие его слова его не принимающий имеет судью себе слово которое я говорил оно будет судить его в последний день то есть он нам высказал то что в совести нашей по природе было в евангелии и его судит евангелие этого человека который христа отверг но слова то они ему западают в голову он все равно да он осознает что он ибо я говорил не от себя но пославший меня отец он дал мне заповедь что сказать и что говорить и я знаю что заповедь его есть жизнь вечная и так что я говорю говорю как сказал мне отец поэтому дорогие мои оставайтесь зрячими если у вас духовное зрение уже открылось а это у тех кто свыше рожден обязательно в той или иной мере совершается мы с вами и обсуждали да еще обсудим это потому что надо это обсудить ну а те кто слепы к духовным ценностям красоте Христа вспомните что Достоевский сказал красота Христа спасет мир когда вы видите урезанную фразу красота спасет мир это во втором издании достоевского рецензенты Христа убрали потому что уже преддверии было революции материализма при чем тут Христос поэтому полная фраза красота Христа спасет мир она в рукописи записанного Достоевского надо увидеть эту красоту не видите вы слепые вы слепые стремитесь прозреть просите у Господа он зрение дает если вы этого хотите здоровья вам всем духовного зрения аминь